Встречайте врага. Мы не должны отставать от вирусов. Это как гонка вооружений. Он может переместиться куда угодно за сутки. Это был очень ядовитый, патогенный вирус. В сражении с вирусом, передавая, это ваше тело. Тот, кто скажет вам, что вы правите вселенной, потому что вы хомо сапиенс, просто лжец. Сейчас мы покажем вам, как борются с пандемией. Пострадает большая часть США. Как наука помогает излечению? У всех вирусов есть ахиллесовая пита. Как близко мы к большой беде? Может ли подобный вирус гриппа вызвать глобальную пандемию и убить 50 миллионов человек? Подготовлены ли мы? Анатомия пандемии. Анатомия пандемии. Джош Зепс. Всякий раз, когда появляется новый вирус, во всех городах мира объявляется тревога. Факт в том, что вирус остается самым грозным естественным хищником для человечества. В нашей программе мы рассмотрим науку о вирусных пандемиях. Что вызывает их? Как они убивают? Как распространяются? И что мы можем сделать, чтобы остановить следующую смертельную вспышку? Весна 2009 года. Мехико в осаде. Добро пожаловать в Мексику. Спасибо. Не самое лучшее время для визита. Для инфекционных заболеваний самое лучшее. Это так. Доктор Ричард Вензель, американский специалист по инфекционным заболеваниям, приехал по приглашению сотрудников Мексиканского министерства здравоохранения, чтобы помочь им разгадать микроскопическую загадку. Всякий, кто попадает сюда, разумеется, должен быть в защитной одежде и маске. Множество мексиканцев умерло от неизвестной ранее разновидности гриппа. Этот вирус вызвал множество вопросов. Ричард Вензель, Университет Вирджинии. В данный момент мы еще не знаем истинный уровень смертности. Мы можем лишь сказать, что это заболевание передается от человека к человеку. Какое самое большое количество было у вас? 27 пациентов. Это во время пика, но сейчас еще остается 21, но это достаточно много. Цель Вензеля – помочь понять, какие стратегии работают, а какие нет. Итак, 65 за три недели. Здесь передовая линия борьбы с эпидемией. Здесь нет ничего такого, с чем бы ты сталкивался лично. Мы в эпицентре вспышки, и все весьма неопределенно. Ты не знаешь, получится или нет. Известно лишь, что смертность 10% и выше. Ты думаешь о себе, о своей семье. Вензель находит несколько тревожных сюрпризов. Главный признак гриппа – высокая температура, но здесь у многих пациентов ее нет. У некоторых возникает диарея, которая больше характерна для этого заболевания в развивающихся странах. Я понимаю, что в семьях главным образом переживают за детей. На самом деле, это вирус, который ученые назвали «свиным гриппом» H1N1, начал свой путь. Мы ожидаем, что центры контроля заболеваний скоро подтвердят, что присланные образцы соответствуют свиному гриппу. Это причина для беспокойства, но не для паники. В течение шести недель после вспышки H1N1 появился уже в 21 стране на пяти континентах. Есть опасения, что он может стать опасной пандемией. Лоури Гарретт – Совет по международным отношениям. Пандемия означает, что опасный микроб или вирус способен вызвать множество заболеваний и смертей, что он появился недавно и встречается более чем на одном континенте. Ирвин Реттленер – Школа общественного здоровья Мэлмана, штат Колумбия. Как правило, пандемия вызывается неизвестным нам ранее вирусом. Более того, вирус является смертоносным. Хотя многие микробы могут вызывать пандемию, большую тревогу вызывает самый простой вирус. Что такое вирус? Хотя он великий нарушитель спокойствия, на самом деле это крошечная частичка длиной примерно в одну миллионную сантиметра. Она столь мала, что разглядеть ее можно только в электронный микроскоп. Кроме того, она невероятно проста по структуре. Простая цепь РНК или ДНК в белковой оболочке. Ян Липкин, Школа общественного здоровья Мэлмана, штат Колумбия. Вирусы вредной частички – протеиновые оболочки. Они способны размножаться, они делают это, взламывая клетки. Вот зараженная живая клетка. Попав внутрь, вирус не сможет выжить, не размножаясь, и попутно он уничтожает среду своего обитания. Неудивительно, что пандемия вселяет в нас такой страх. Она представляет угрозу нашему виду. Тот, кто скажет вам, что вы правите вселенной, потому что вы хомо сапиенс, – просто лжец. Правда в том, что микробы развиваются гораздо быстрее нашего вида. Они приспосабливаются к нам, учатся жить внутри нас. Они используют нас, чтобы клонировать себя. Они используют нас, как банкетный стол. В результате рождаются миллиарды их копий, которые в итоге и убивают банкетный стол, то есть нас. На кого мы можем надеяться в отражении угрозы? Сейчас мы попадем туда. Университет Индианы. Вы по-разному измеряете его. В течение какого-то времени это будет вашим прогнозом. Команда исследователей отслеживает путь распространения вируса, пытаясь предсказать, что нас ждет в будущем. Данные у Кенда? Да. Их прогнозы основаны на компьютерной модели мирового населения и путей его миграции, полученных от ООН и из баз данных со всего света. Александра Веспиани, Университет Индианы. Фактически это наш кабинет по разрешению кризиса, за которым мы сейчас наблюдаем. Вот здесь Нью-Йорк. В основном мы помещаем на карте мировое население в небольшие кружочки диаметром 16 километров, и мы знаем, сколько людей там живет. Видите, мы отслеживаем перемещение людей, то, как они летают на самолетах, как добираются ежедневно до работы. Основываясь на этих данных, команда предсказывает, куда может отправиться вирус. Она поставляет информацию правительственным, научным и деловым группам. Сейчас, через шесть недель после вспышки, они предсказывают, где вирус окажется через 10 дней. В последующие 10 дней под удар попадает большая часть США. Будут затронуты несколько стран в мире, особенно в Северной Европе. А также мы предсказываем распространение болезни в Южной Америке. Дольше всего она продлится в Азии, но это пока средние показатели. Пока что предсказания команды поразительно точны. Мы все устали, потому что работаем круглосуточно, но также мы возбуждены, потому что приятно видеть то, что мы сделали. В то же время мы переживаем из-за того, что может случиться. H1N1 распространяется очень быстро. Каков самый худший сценарий? Примерно 10-15 миллионов американцев обратятся в больницы. Большей частью из них понадобится пристальная медицинская забота. Но, как видите, к сожалению, наша система здравоохранения перегружена. Через шесть месяцев может заболеть примерно 30-40% населения. Это может стать большой проблемой и большой трагедией. Если увеличится количество умерших, ткань нашего общества расползется. Чтобы замедлить ход распространения болезней, мы должны сократить до известной степени международную и внутреннюю торговлю. Это серьезным образом скажется на экономике. Так что, возможно, огромные экономические, социальные, общественные и здравоохранительные последствия. Вирус может породить такой хаос, что госчиновники опасаются, как бы он не стал оружием биотеррористов. На всякий случай войска проводят учения. Какой-нибудь помешавшийся злодей может создать или видоизменить вирус так, что он вызовет искусственную пандемию. Мы можем подготовиться к худшему, но как только вирус начнет распространяться, его размножение может стать необратимым, и он разлетится со скоростью реактивного самолета. Мы теперь так много путешествуем. Можно легко сесть на борт самолета, в одной стране отправиться в другую страну. Всего после одного авиарейса что-то может произойти в другой части света. Так что вам ничего не стоит теперь принести эту штуку домой. Именно поэтому вирус распространяется так быстро, как предсказала команда ученых из Индианы. Хотя через семь недель эпидемии их ждал сюрприз. Угроза постепенно сходит на нет. Количество смертных случаев уменьшается. Воздействие болезни на людей оказалось умеренным. Х1Н1 оказался не таким уж смертельным, по крайней мере, пока. Но в данных Веспиньяни есть нечто тревожное. Болезнь сейчас распространяется в южном полушарии. Там она может приспособиться к лекарству и мутировать. Если она вернется осенью на север, то может оказаться более опасной. Вполне может быть, что болезнь вернется. Никто не знает, изменится она или нет. Но, вероятно, она может стать более агрессивной. Я знаю, видел истории болезни некоторых пациентов. Факты, найденные Вензелем, вызывают новую тревогу. Соединенный Штат Америки осень, 2009 год. Начало 2010 года. Если вирус вернется, он станет более опасным. Думаю, нужно быть готовым к этому. Итак, ученые предупреждают, что мы должны оставаться бдительными, потому что если долгая история наших взаимоотношений с вирусом чему-то научила, то это тому, что пандемия может нагрянуть неожиданно. Массовые заболевания в ходе человеческой истории столь же разительно меняют ее ход, как и массовые войны. Что мы можем взять из прошлого, чтобы выжить в следующей пандемии? Когда появляется и распространяется новый вирус, специалисты здравоохранения работают почти как детективы, ища подсказку среди исторических записей о том, как могла возникнуть вспышка болезни. Но более всего их интересует, как ее погасили. Джонатан Эпштайн, фонд дикой природы. Если вернуться назад даже в милейские времена, когда создавались и развивались человеческие цивилизации, когда люди создавали тесные сообщества, мы увидим, что они брали с собой животных, а эти животные переносили болезни с собой. Джон Эпштайн, ветеринар-эпидемиолог фонда защиты дикой природы. Он изучает очаги заболеваний по всему свету. Три четверти появившихся болезней и вирусов передаются человеку от животных. Болезнетворные микробы, переносимые животными и передающиеся людям, называются зоонозными. Многие виды животных переносят болезни, но большая часть вирусов гриппа в мире произошла от диких птиц, а потом со временем перешла на свиней или людей. Вирусы постоянно меняются, мутируют. Всякий раз, когда они заражают нового хозяина, они приобретают другие черты, обмениваются генами. Вирусы, которые распространяются в настоящее время, могут оказаться генетической комбинацией вируса, найденного у птиц и свиней. Когда этот вирус попадает в людей, последствия могут быть страшными. В этом случае мы получаем пандемию. Со времен изобретения письменности человек имел дело с пандемиями. Повсеместно в истории человечества эпидемии меняли образ жизни людей. Массовые заболевания в ходе человеческой истории столь же разительно меняют ее ход, как и массовые войны. С древних времен, когда люди и звери стали жить бок о бок, до времен великих открытий, когда армии рыскали по всему свету в поисках новой земель, болезнь губила империи и выкашивала целые нации. Примерно 90% коренных индейцев Америки умерло не от мушкетных пуль или стрел, а от микробов, которых европейцы привезли на себе. В 19 веке вспышка желтой лихорадки заполнила кладбище и опустошила такие города, как Галвитстоун, штат Техас. Си Джи Питерс, профессор патологии в медицинской школе Техасского университета в Галвитстоуне. В Галвитстоуне была мощная эпидемия желтой лихорадки. Питерс охотится за вирусами более 30 лет. Он знает, какими смертельными они могут оказаться. В 1918 году эпидемия желтой лихорадки была самой мощной, самой разрушительной эпидемией, пережитой нами в современную эпоху. Самая страшная пандемия 20 века, испанский гриб, вспыхнула в 1918 году во время Первой мировой войны и стремительно распространилась по всему свету. Прежде чем она закончилась, через 18 месяцев, она заразила почти треть населения планеты и убила от 50 до 100 миллионов человек. Не хватало людей для похоронных работ и не в чем было хоронить умерших. Вирус появился в результате мутации птичьего гриппа. Он мог переноситься по воздуху, стал смертельным для человека и очень заразным. Смертельный грипп, под вид вируса из семейства H1N1, преследовал всех и повсюду. От него было невозможно спрятаться или вылечиться. В 1918 году не было такого понимания, что существует вирус и не было таких лекарств, как сейчас. Лечение как таковое не велось, пытались использовать растительные снадобья, домашние средства, все, что могли придумать люди. Но это не помогло. Грипп исчез в 1919 году, так же таинственно, как и появился. Только в 2005 году, когда ученые взломали код смертоносного вируса гриппа 1918 года, тайны пандемии начали раскрываться. Микробиолог Терренс Тампи с командой известных ученых, изучив старые армейские записи о вскрытии и образцы тканей замерзших трупов гриппа 1918 года, совершил то, что уже казалось невозможным. они смогли получить и восстановить давно умерший вирус. Мы могли принести пользу, раздобыв этот вирус и постаравшись понять, почему он был таким смертельным. Они сумели достать испанский грипп, этого исторического предшественника вируса H1N1. Сегодня же мы видим, как развивается другая разновидность гриппа H1N1, и боимся, что он может оказаться столь же опасным, как испанский грипп, хотя сейчас он ведет себя сдержанно. Но в 1918 году испанский грипп тоже начинался как незначительная эпидемия. Вторая же его волна оказалась намного разрушительнее. Всего было три волны гриппа 1918 года. Сейчас же мы переживаем умеренную стадию вируса H1N1, однако неясно, вернется ли он к осени, и все изменится. Большинство эпидемий начинается довольно медленно. У нас есть небольшой период затишья, когда можно действовать и остановить ее. Если не успеешь, тогда дело плохо. Этот период затишья сейчас еще меньше из-за современных авиапутешествий. Мы знаем из истории пандемии, что они быстро, почти мгновенно распространяются по всему свету. Человек может быть болен гриппом в течение четырех дней, прежде чем появятся симптомы, и он узнает, что болен. Люди, хотя и больные, могут отлично выглядеть, могут сесть в самолет и отправиться в любую часть света. Так они становятся распространителями болезни. Самым ужасным подобным примером может быть недавний острый респираторный синдром или атипичная пневмония, вспышка которой произошла в южно-китайской провинции Гуан-Донг в ноябре 2002 года. Через несколько недель болезнь объявилась в Гонконге в виде многочисленных загадочных пневмоний, быстро передающихся от человека к человеку при случайном контакте. Вирус, попадая в сообщество, очень эффективно распространяется между людьми. В начале китайское правительство преуменьшило опасность атипичной пневмонии, поэтому никто не был готов к тому, что вирус появился в Торонто, а затем распространился по 26 странам, а потом и по всему миру. А все началось с одного ничего не подозревающего пассажира самолета. Один врач из Южного Китая прилетел в Гонконг, поселился в гостинице и заразил множество людей. К июлю 2003 года по всему свету было заражено более 80 тысяч человек, почти 800 из них умерли. Чрезвычайно высокий уровень смертности был следствием высокой вирулентности вируса. Мы с таким вниманием отнеслись к атипичной пневмонии потому, что был высокий уровень смертности, 10%. Но нам повезло обогнать болезнь и сдержать ее. Повсеместное закрытие школ и детских садов помогло остановить распространение атипичной пневмонии. Мы сдержали атипичную пневмонию, но не избавились от нее насовсем. Мы сдержали ее не благодаря вакцинам или лекарствам, а благодаря клиническому, проверенному столетнему способу карантину больных. Мы поняли благодаря атипичной пневмонии, что надо быть прозрачным. Нельзя прятать эпидемию. До глобализации это было возможно. Теперь нет. Современная вакцина от гриппа, сделанная на основе предыдущих вирусов гриппа, является, возможно, самой мощной защитой от пандемии. Но история предупреждает, что массовая вакцинация, особенно проведенная в попыхах, может оказаться опаснее самого вируса. В январе 1976 года внезапная смерть молодого, в общем-то, здорового, рядового Форти Дикс, штат Нью-Джерси, вызвала то, что сейчас называют вспышкой свиного гриппа 1976 года. Доктор Ричард Вензель диагностировал несколько ранних случаев этого заболевания. Заразилось 230 молодых ребят, 13 из них заболели серьезно и умерли. Вирус был до ужаса похож на испанский грипп 1918 года. И тот, и другой были разновидностями вируса H1N1. И поскольку вспышка распространялась, ученые опасались, что случится наихудшее. Мы настоятельно просим всех явиться как можно быстрее на пункты прививок и не отсиживаться в тени. Весной 1976 года президент Джеральд Форд призвал к массовой вакцинации, чтобы предотвратить пандемию. Эта программа даст возможность каждому американцу сделать прививку против свиного гриппа. Это не только бесплатно, но и совершенно безопасно. Однако у программы оказались тяжкие последствия. Вакцина была выпущена после кратких испытаний и с недостаточной степенью надежности. То, что случилось впоследствии, преподнесло два сюрприза. Во-первых, вспышка эпидемии не только не стала глобальной, но даже не распространилась по всей территории США. Во-вторых, у вакцины были подбочные эффекты. У многих развился синдром Гиан-Барре. Примерно 500 человек заразились синдромом Гиан-Барре, при котором страдает нервная система. В результате возникает мышечная слабость, паралич и даже смерть. В итоге, от гриппа умер один человек, а от вакцины 30. На сей раз мы все сделаем лучше и иначе. Мы не дадим вакцину в производство до тех пор, пока тщательное наблюдение не покажет, что вакцина безопасна. Хотя история многому нас научила, будущее пока что не ясно. Я думаю, что никто не может предсказать, что будет дальше. Я могу лишь предсказать, что пока мы живем, мы будем сражаться с гриппом. Многие виды вирусов могут быстро меняться. Мы лишь подошли к пониманию того, сколько вирусов может существовать. Нам нужно думать о том, как будет выглядеть будущий вирус. Сможет ли он вызвать глобальную пандемию и убить 50 миллионов человек? В Китае теперь понимают важность предотвращения гриппа. В прежние времена люди не могли сопротивляться вирусам. Почему такая маленькая штучка может причинить столько бед? Дело в том, что когда вирус попадает в людей, он начинает мутировать и становится смертельным для нас. Эпидемия гриппа может распространяться так быстро, что это станет проблемой для ученых. Насколько они готовы противостоять распространению пандемии? мы лишь подошли к пониманию того, сколько вирусов может существовать. Мы можем открыть еще миллионы вирусов. Вирусы гриппа разделяются на три сложных типа A, B и C. Тип C порождает легкие респираторные заболевания. Больше всего нас тревожат типы A и B, потому что они могут вызвать эпидемии. И что больше всего усложняет ситуацию, это то, что тип A разделен на два подтипа, названные по имени белка на поверхности вируса. Они называются гемаглютинин, или подтип H, и нейроминидаз, или подтип N. Один из подтипов вируса A вызывает болезнь AH1N1. Этот подтип разделяется на две разновидности. Испанский грипп 1918 года, AH1N1, и нынешний свиной грипп H1N1. Хотя они оба вирусы одного типа и имеют схожие белковые поверхности, у них разные гены. Поэтому вирусы постоянно видоизменяются в процессе, названном антигенный дрейф. Вирусу для своей репродуктивной стратегии вирусу нужен большой хозяин и возможность перехода из одного зараженного тела на другое. Мы увидим с помощью высокоскоростной камеры, что слизь может быть эффективным методом транспортировки вируса. Вирус прячется внутри капелек, которые зависли в воздухе, он может прожить вне человека 2 часа. Когда зараженный человек чихает, вы можете вдохнуть вирус, не подозревая об этом. Оказавшись внутри нас, вирусная частичка гриппа пробирается в клетку хозяина, обычно в его легких, где выпускает РНК, свою вирусную инструкцию. Это РНК захватывает систему производства ферментов клетки и обучает, как нужно сделать сотни тысяч копий вируса. Зараженная клетка в конечном счете прогорает и ломается, распространяя вирус в остальные клетки легких, убивая их одну за другой. В ответ иммунная система тела переходит в контрнаступление, посылая на инфекцию антитела, создавая то, что называется цитокиновая буря. Воздушные альвеолы легких заполняются жидкостью, и жертва умирает это удушье, в буквальном смысле утонув в собственной жидкости. Именно это случилось со многими жертвами пандемии гриппа в 1918 году. Доктор Питер Пилайс, декан кафедры микробиологии медицинского училища Гараси Найк, был первым, кто смог воссоздать генетическую последовательность вируса 1918 года, оживив то, что дремало почти 90 лет. Используя образец ткани 1918 года, он создал генетический проект вируса. На базе проекта доктор Пилайс и его сотрудники смогли создать живую версию вируса и проверить ее на лабораторных животных. Мышки, хорьки, морские свинки и обезьяны помогли нам узнать о вирусе. Он оказался необычным, очень вирулентным, патогенным и сильно отличался от остальных вирусов человеческого гриппа. Когда мы узнаем больше о вирусе, то сможем его сравнить с современными вирусами. Пилайс узнал, что вирус 1918 года был таким смертоносным благодаря одному гену, названному PB1F2. Пилайс полагает, что этот ген производил белок, который нападал и уничтожал иммунную систему человека. Вероятно, PB1 уничтожал иммунные клетки человека своими особыми пулями, склоняя чашу весов в сторону вируса. Вооруженной информацией о том, как один особенный ген мог создавать такую разницу между относительно безопасным вирусом гриппа и тем, который был способен вызвать мировую пандемию, доктор Пилайс решил посмотреть, имеется ли PB1F2 в нынешней вспышке свиного гриппа. Если PB1F2 имеется, это означает, что вирус может быть столь же смертоносен для людей, как в 1918 году. Мы выяснили, что в свином гриппе отсутствует PB1F2. Это может указывать на то, что сегодняшний вирус свиного гриппа не сильно патогенен и опасен по сравнению с испанским вирусом гриппа. Согласно доктору Пилайсу, мы избежали главной опасности, но даже если H1N1 не так смертоносен, как мы боялись, сейчас он распространен по всему свету и может видоизменяться. К счастью, ученые стоят на грани открытия новой вакцины. Она сможет защитить нас от всех видов гриппа, независимо от их формы. Это просто реклама, или она сможет положить конец веку пандемии? Если мы хотим добиться успеха в борьбе с пандемией, нам нужны современные достижения в области антивирусных лекарств и вакцин, поэтому лучшие ученые всего мира пытаются разобраться в механизме действия вируса. Они надеются, что смогут положить конец всем пандемиям гриппа. Первым делом надо пересмотреть нынешнее производство вакцин. Внезапно, после десятилетий метаний туда-сюда, мы оказались на грани огромного прорыва в производстве вакцин. Давно известно, что если вы подхватите какую-нибудь болезнь и выживете после нее, вы будете неуязвимы перед этой болезнью до конца жизни. Современная идея вакцины родилась, когда ученые поняли, что если ввести мертвую или слабую версию вируса в вашу кровяную систему, тогда ваша иммунная система создаст белки, известные как антитела для борьбы с вирусом. Однако у вакцин есть две большие проблемы. Во-первых, созданные вами антитела будут эффективными только против определенного типа вируса. Во-вторых, на массовое производство вакцин затрачивается много времени, а это становится проблемой, когда вам нужно противостоять быстро распространяющейся пандемии. Фактически, самым большим сюрпризом оказалось то, что в основе высокотехнологичной вакцины лежит простое куриное яйцо. Эндрин Освальд, компания Навартис. Производство вакцины в яйце это традиционный способ. Берешь вирус, заражаешь им яйцо, и когда вирус вырастает внутри яйца, ты его извлекаешь оттуда и делаешь вакцину. Чтобы произвести достаточное количество вакцин, нужны миллионы яиц. Много времени уходит на выращивание вирусов, на проверку частоты и безопасности вакцин. Новая идея позволит ускорить процесс массового производства. Вместо яиц можно использовать клетки животных. На массовое производство вакцины в яйце уходило от 4 до 6 месяцев. На клеточном производстве этот процесс длится менее месяца. Когда серьезный вирус убивает людей, время обретает жизненно важное значение. Чтобы произвести вакцину на базе клетки, вирусом заражают клетки млекопитающих, находящиеся в жидкой среде. Таким образом, будут созданы миллионы копий вируса для создания новой вакцины. Главным преимуществом такого создания вируса является скорость. Поскольку клетки впоследствии замораживают и хранят, при угрозе пандемии можно быстро начать производство вакцины на базе размороженных клеток. У нас хранится большое количество уже замороженных клеток. Мы можем быстро наладить выпуск вакцины. В будущем технология выращивания вакцин на базе клеток будет заменена на так называемую обратную генетику, когда вирус будет искусственно выращиваться в лаборатории, как только будет расшифрована его генетическая цепочка. Это будет означать, что через неделю после объявления возможной пандемии у нас будет подходящая вакцина. мы не устраним заражение, но сможем его контролировать столь же хорошо, что болезнь не причинит особого вреда. Даже если быстро выпускать вакцину, ее придется каждый раз моделировать под новую мутацию вируса гриппа. Это лишь первый ответный цикл. Нам нужна универсальная вакцина, способная противостоять любой форме вируса. Уэнн Мараско, институт рака Дэна Фарбера, Гарвард. У всех вирусов есть ахиллесовая пята. У них есть свои слабости, и наша задача, как ученых, найти эти слабости. Доктор Оэнн Мараско и его команда из Гарвардского медицинского училища пытаются найти священную чашу Грааля иммунологии, универсальную вакцину. Чтобы понять, как это действует, нужно представить себе ту часть вируса, которая похожа на леденец на палочке. Головка состоит из белка, названного гемаглютинин. Это тот самый H из формулы H1N1. Этот гемаглютинин на палочке меняется и мутирует, поэтому нам нужны новые вакцины во время каждой эпидемии гриппа. У всех леденцов есть одна общая палочка. Она сохраняется неизменной, структура ее не меняется. Эта часть схожа у всех вирусов гриппа, вне зависимости от того, как выглядит головка. Всякий раз эта часть вируса одна и та же. А на палочке леденца есть одна важная деталь. Механизм, называемый шпилькой, с помощью которого вирус внедряется в клетку. Обычно, когда вирус сцепляется к клетке, эта шпилька протыкает оболочку и пускает протеин в мембрану клетки. Настоящим изобретением Мараско и его команды стал способ, с помощью которого антитела могут сами прицепиться к шпильке. Наши антитела лежат здесь и блокируют открытие шпильки. Все просто. Это мешает конформационному изменению. Вирус не может ввести свой генетический материал в клетку. Многое еще предстоит исследовать, однако выгода будет огромной. Вместо того, чтобы ежегодно противостоять атаке гриппа, вы получите от доктора одну вакцину, которая защитит вас надолго от всех форм заражения. Однако универсальная вакцина появится лишь через много лет. А тем временем ученые, которые изучают последнюю вспышку свиного гриппа, сделали большой шаг вперед. Они узнали, как распространяется убийственный вирус. Мы могли наблюдать за развитием вспышки гриппа способом, который не могли раньше применять. Мы видели, как это разворачивалось в режиме реального времени. В течение последнего десятилетия работники здравоохранения и ученые работали почти круглосуточно, чтобы быть готовыми к пандемии, но вспышка свиного гриппа оказалась экзаменом для всех нас. Итак, что мы сделали? Какие уроки извлекли для того, чтобы противостоять следующему смертоносному вирусу? Теперь у нас есть шанс найти ответ. увидеть весь медицинский аппарат как под микроскопом и понять, что мы сделали, как это сработало, а что не сделано и что нужно сделать, чтобы противостоять следующей угрозе. В Мехико свиной грипп остался с носом. Быстрая реакция правительства и медицинского сообщества помогла остановить вирус на ранней стадии. Были закрыты школы, рестораны, все места, где люди могли встречаться. Это обошлось дорого, но дело того стоило. Можете осмотреть пациентов? Конечно. Доктор Вензель получил возможность лично понаблюдать за медицинским ответом Мехико. Я могу поставить им пять. Многое было сделано очень удачно. Полагаю, что всеобщая подготовка людей к пандемии была организована очень быстро. Правительственные учреждения были готовы повсюду. Позвольте мне вас сфотографировать, вы настоящие герои. Мир должен быть весьма признателен Мехико за то, что они сделали болезненные, но весьма решительные шаги, чтобы проконтролировать и оградить межличностное общение в Мехико. Вероятно, теперь они надолго могут быть спокойны. Научное сообщество тоже помогло сдержать эту вспышку. Все эти дни ученые по всему свету делились информацией и в рекордное время расшифровали вирусные образцы из Мехико. Всего через 10 недель после начала эпидемии ученые выделили 8 сегментов геновируса, что позволило отследить его происхождение от 1918 до 1998 года. Самое удивительное в этой вспышке свиного гриппа то, как быстро ученые выяснили детали этого вируса. Мы сравнили образец со стандартом. Хотите сами проверить? Это потрясающе. Мы уже знаем некоторые генетические детали вируса. В Голгинстонской лаборатории эпидемиолог Рик Райлс применяет инновационную технологию для создания карты молекулярных особенностей вируса, чтобы наблюдать за его изменениями. Оценивая различные виды, мы можем лучше предсказать, какое сопротивление они окажут нашей передовой линии антивирусной обороны, а также подсказать более эффективную вакцину. В дополнение к быстрому медицинскому и научному реагированию Мехико моментально оповестил население об угрозе свиного гриппа. С помощью современных информационных технологий новость распространилась по миру быстрее вируса. В случае вируса гриппа H1N1 во всем мире, благодаря современным технологиям коммуникации, интернету, электронной почте, мы следили за событием в режиме реального времени. Мы могли наблюдать за развитием вспышки гриппа способом, который раньше не могли применять. в то время как некоторые думали, что не стоит так массово привлекать СМИ, открытый поток информации был очень важен. С точки зрения здравоохранения это беспрецедентный инструмент. Китайские чиновники были готовы еще до прибытия первого рейса из Мехико. Сотни пассажиров, заподозренных в переноске вируса, были отправлены в карантин. В Маниле, Сеуле и Гонконге, далеко от Мехико, всем путешественникам мерили температуру. Азиатские страны отреагировали даже несколько агрессивнее, чем остальные. Помня о пандемии атипичной пневмонии 2003 года, а также о смертоносном птичьем гриппе год спустя. Кроме того, большинство ученых ожидало, что следующая пандемия начнется в Азии, хотя и не вся. Эколог заболеваний Питер Дошак полагает, что сигнал тревоги исходит из другого региона земного шарика. Мы проанализировали, где может появиться болезнь в следующий раз. Мексика. Ясно и громко заявил о себе, как об одном из таких мест. Так что теперь мы говорим об этом месте. Дошак, президент Фонда Дикой Природы и разработчик сложной картографической программы тех мест на земном шаре, где дикая природа и человек контактируют наиболее тесно. Мы должны приложить наши усилия в этих горячих точках. Мы должны попытаться предсказать пути перемещения вируса, выявить эти горячие точки и переместить туда наших людей для предупреждения эпидемии. Мы должны воспользоваться нашим преимуществом оказаться среди телеги. Команда ученых собирает данные о торговых путях. Данные торговли птицей, свиньями, маршрутах перемещения домашнего скота и сельхозпродуктов, путях распространения прошлых пандемий. Они надеются предсказать и предотвратить распространение эпидемии зародыша. Мы не можем распылять свои ресурсы. Нам нужно сосредоточиться на одном регионе. Реальная цель не в том, чтобы предсказать место возникновения инфекции, а в том, чтобы предотвратить ее возникновение. Если мы справимся со своей работой, никто не узнает, что вообще случилось. Тем временем, спустя недели после сообщения о первом случае, эпидемия H1N1 все еще продолжается. Исследователи из университета Индианы в Блумингтоне следят за ее распространением в режиме реального времени. Так, прежде всего, плохие новости. Сегодня мы получили известие о заболеваниях в Южной Америке, как мы и предсказывали. Они помогают ученым и правительствам по всему свету опережать болезнь. Некоторые наши предсказания помогают выработать сценарии для лучшего реагирования. В конечном счете, мы тоже в этом заинтересованы, поэтому волнуемся. В то же время мы сохраняем оптимизм. Мы ищем, что поможет сдержать болезнь и снизить ее распространение. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто принял участие в карантине ради общественного здоровья. Когда людей выпустили из карантина в Гонконге и улеглись первой страхи, можно было задаться вопросом, все ли мы сделали, чтобы отразить следующую пандемию? Ответ пока что рано давать. Тот факт, что мы отразили все выстрелы H1N1, связан с тем, что на этой стадии он оказался не слишком силен. Но это порождает следующий вопрос. Что, если спящий проснется и вернется с новыми силами осенью? Что случится тогда? Новости продолжают поступать. В некотором смысле H1N1 поймал нас врасплох. Он распространился очень быстро, но, к счастью, оказался умеренным. Хотя мы должны оставаться бдительными и внимательно за ним следить. Чтобы отбить угрозу вируса, были собраны все силы науки и здравоохранения. Но будем ли мы готовы к следующей пандемии? Споры до сих пор не утихают. Я категорически настаиваю на том, что система здравоохранения, больницы, клиники, медицинская рабочая сила США не способны справиться с полномасштабной пандемией. Так что, если она случится, быть беде. Я думаю, что люди не понимают и, вероятно, не хотят понять, что мы пока что не знаем о различных тревожных факторах, в том числе о природе вируса H1N1. Мы не знаем еще ответы на многие вопросы, так что научно-исследовательская работа продолжается. История еще не закончилась, но это не значит, что люди должны бояться. Это значит, что люди должны относиться серьезно. У нас есть технология предсказания появления вирусов. У нас есть технология поиска новых вирусов, прежде чем они окажутся среди людей. Я думаю, что в конечном счете мы победим в этой битве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok